Здание, вызывающее беспокойство. К нам в редакцию обратились челнинцы, которые переживают за безопасность детей и взрослых. Причиной беспокойства стало заброшенное здание бывшего отдела статистики в поселке ГЭС. Горы мусора, выбитые стекла, открытый доступ в помещение. Все это рано или поздно приведет к печальным последствиям, уверены жители. Еще одно темное пятно на карте набережных челнов находится в третьем комплексе поселка ГЭС. Это здание постройки середины прошлого века. И до недавнего времени здесь находился отдел госстатистики. Однако после его переезда здания пустуют. И вот уже в течение нескольких лет здесь возникает множество проблем. С ними постоянно сталкивается Любовь Григорьева. Женщина живет неподалеку, поэтому регулярно проходит мимо заброшенного здания. Пустые бутылки, одноразовая посуда и даже остатки мебели. Все это никак не красит район. Между тем здесь достаточно оживленно. Люди ходят постоянно, проходимость очень большая. И когда я хожу мимо, вы знаете, мне очень больно за то, что вот у нас такое безобразие. И хотелось бы обратиться к городской власти, все-таки обратить внимание на такое здание. Почему оно бесхожно стоит уже не один год? Открытые балконы и окна манят сюда гостей. Местные жители неоднократно замечали в здании школьников. Хотя для игр это не самое подходящее место. Подростки залезают через эту стену на балкон, выходят оттуда, заходят. Что они там делают, трудно сказать. Ну то есть я считаю, что это очень опасно. Беспокоит заброшенное здание и работников строящегося по соседству частного IT-парка. Они также говорят о том, что постоянно видят детей. А прошлым летом оно стало пристанищем и для бездомных. Очень часто замечаем, даже нас это беспокоит. Дети ходят. Ну после школы прямо они лазят через забор. Потом по вечерам здесь свет горит там какой-то постоянно. Ну кто-то там лазит уже соответственно. Ну полиция, ну приезжает иногда полиция. Жители поселка ГЭС надеются, что в администрации Комсомольского района или исполкома города обратят внимание на их проблему и определят статус здания, чтобы решить его дальнейшую судьбу. Ксения Шулакова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.